Какие бы попытки не предпринимало Министерство обороны нашей страны, переговорами остановить военные действия не удавалось. Руководство Грузии отказывалось выводить свои войска с территории Абхазии. На этих кадрах видно, как вражеские формирования ведут обстрел по позициям абхазских бойцов. После неудачной попытки вновь захватить Гагарский район, грузины направили все свои силы на столицу. Собрали тяжелую технику, увеличили число личного состава и перебросили их на Гумистинский фронт. В 1993 году, в середине марта, абхазские вооруженные силы готовились к самой важной и сложной наступательной операции по освобождению Сухума, вошедшей впоследствии в историю как мартовское наступление. Мартовская операция по освобождению столицы – одно из самых трагических событий в летописи Отечественной войны народа Абхазии. Ни в одной боевой операции с начала войны абхазская армия не несла такие ощутимые потери. Удачно начавшееся наступление закончилось трагически. Наши бойцы вовремя не получили подкрепление и попали в окружение. Стояла задача освободить территорию в Нижней Ишире и при поддержке с воздуха и моря прорвать первый оборонительный рубеж противника, развивая дальнейшее наступление по освобождению столицы. Три дня и три ночи без еды и петя в холоде сражались бойцы абхазской армии. Ежегодно по сложившейся традиции в эти холодные мартовские дни по всей стране проходят памятные мероприятия. Почтить память героев и возложить цветы в парк славы пришли матери погибших, ветераны, президент Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, члены правительства, общественность. Освободить сухом любой ценой с таким настроем шли в бой абхазские войны. Ветеран Зураб Хаджин бы один из тех, кто осознанно шел на смерть. За время войны было немало кровопролитных боев, но мартовское наступление оказалось самым тяжелым, вспоминает ветеран. Это у нас был 2-й шерстский батальон. Мы в районе Вещачего моста, где большой Гумистринский мост, чуть ниже, мы там переходили. Мы потом дальше не смогли продвигаться. В районе, как мы называем, зеркало, там мы закрепились, и мы трое суток там сидели. 16, 17 и 18 числа мы только вышли. Вышли с большими потерями. И когда мы отходили, они там ждали, они сидели на позиции возле Гумисты. И нам пришлось с боем. Мы сюда переходили с боем, и туда пришлось с боем выходить, и во время боя меня ранили. Три дня не пробыли в ледяной речке, так как практически каждый из них был под вражеским прицелом. Местность, где проходили боевые действия, была достаточно открытой. Только из батальона «Зураба» за эти трое суток погибли 50 человек. Сухом абхазских бойцов вела мечта, желание войти в свободную от врага столицу. Никто не думал о жизни или смерти. Просто нужно было защищать родину. Мы в реку начали форсировать, они уже начали нас обстреливать. Обстреливать вот это, в химзащите. А что из-за дентала начали тонуть? Мы сняли и пошли дальше. В мартовской операции я был с группой «Акула». Я не переходил речку, но вторым должны были пойти, значит, наша группа. Но так получилось, что второго наступления не было. Первые перешли, второго не было. В мартовском наступлении погибли 222 бойца абхазской армии. Несколько сотен человек получили ранения. 23 пропали без вести. Март 93-го навсегда остался в истории абхазского народа черной датой. Но наши герои живы. Пока мы помним о них и чтим то, за что они отдали в своей жизни.